Сегодня я хочу поговорить о весьма популярном символе, символе гармонии и любви, который ассоциируется с различного рода противоположностями. Это добро и зло, мужчина и женщина, день и ночь, лето и зима, свет и тьма. Это две противоположности, создающие одно целое, взаимосвязанные, взаимозависимые между собой, порождающие друг друга. Это инь и янь. Инь – это женское земное начало, пассивное, принимающее, тёплое, мягкое. Янь – это мужское небесное начало, символ активный, творческий, яркий, твёрдый. В каждом содержится зародыш другого. Я с удовольствием эти символы отобразила в своих открытках и хочу показать и поделиться с вами. Здравствуйте! Я действительно с большим удовольствием трудилась над этими символами, и инь и янь. Я думаю, что многие захотят это сделать сами. Я покажу, как это сделала я, сколько времени на это у меня ушло. Ну, потихонечку всё расскажу вам сейчас. Эта работа мне очень понравилась. Я действительно где-то трудилась хороших полдня. Для тех, у кого есть циркуль, это сделать легко и просто, как я всегда говорю. У меня циркуля нет, и я всё делала без циркуля. У кого есть циркуль, и кто хочет сделать этот символ, значит, как это делается, кто не знает. Значит, ну вот, допустим, рисуем, то есть не рисуем, а чертим, круг. Вот, в данном случае диаметр 14 сантиметров, да? Вот большой круг диаметром 14 сантиметров сделали, да? Это центр круга. Затем в этот круг вписываем два кружочка. Каких кружочков? Которые, вот эти вот два кружочка. Значит, мы делим, находим их центр. Как найти их центр? Значит, делим круг на одно, два, на четыре части. Радиус пополам, значит, радиус, здесь, допустим, диаметр 14, значит, радиус будет сколько? 7. 7 пополам будет 3,5. Значит, вот 3,5 сантиметра. От половины, от центра большого круга, это будет центр маленького кружочка. Одного и центр маленького кружочка второго. Вот здесь 3,5 и здесь 3,5. Это 8,7 сантиметра, это 8,7 сантиметра. Значит, ставим ножку циркуля в эту точку и обрисовываем еще один круг. Сверху и точно так же снизу. Ну, мне кажется, что это очень понятно, потому что с цирком это очень легко. Теперь, как же нам сделать вот эту красивую такую вещь, да? Как это сделать? Значит, что мы делаем? Берем резинку и... Ну, я резинку не буду брать, а я закрашу. Значит, вот я вот эту сторону, видите, вот овал. Овал. Я его зарисовываю, если нехорошо видно, что я делаю. То есть, я уберу с резинкой вот половинку нижнего круга. Вот кружочек нижний, так? Я вот эту половинку убираю, да? Вот я его закрашиваю. Где мой другой цвет? Вот это будет... Ну, если, допустим, это будет красное, да? Значит, это будет у нас янь, да? Мужское начало. Они же должны быть симметричны. Конечно, кто хорошо рисует, может быть, он от руки это все сделает. Но от руки так точно не получится. А вот эта половинка будет имь, женское начало, да? Вот, видите, как это просто получается? Значит, с циркулем это очень-очень просто. Вот они будут два вот эти симметричные. Ну, я, допустим, делала черное с белым, да? Делала зеленое с белым. Значит, потом просто... Что просто потом? Вот, потом просто вырезаем. И получается две половинки. Обязательно делаем маленькие кружочки в центре. Почему? Да потому что это же инь и янь. Они как бы одно целое, да? И в каждом, как бы они и разные. Но в каждом есть начало... Янь имеет начало инь, а инь имеет начало янь. Поэтому вот эта точка, вот эта точка такая, вот эти вот кружочки, это начало. Здесь начало чего? Это черное инь, а здесь начало янь. Ну, я здесь немножко цвета, ну, тут символически, потому что, в принципе, они как говорят, что черное – это женское начало, женский символ, а красное – это янь мужское. Так, ну, а у кого нету циркуля? Вот я, допустим, все это дело без циркуля. Что я сделала? Я там быстренько расскажу. Кто захочет, поймет, как это делается. Без циркуля, конечно, немножко сложнее. Вначале взяла квадрат, взяла квадрат, опять-таки, со стороной 14 сантиметров. И его разделила вначале на 4 части, вот на 4 части, а затем на вот эти такие квадратики. Ну, то есть, это тоже просто. Я делю то же самое, что и там делала, вот я делю то же самое, что и здесь. Вот я делю вот этот радиус пополам, и этот радиус пополам, и рисую горизонтальные линии. Затем рисую вертикальные линии, вот. И я весь квадрат разбила на маленькие квадратики. Теперь мне же нужно нарисовать круг, правильно? Ну, я же... Значит, вот эта сторона у меня сколько? Там 14, значит, 7 сантиметров. Этот радиус 7 сантиметров. Значит, вот легко и просто, потому что здесь углы я соединяю, соединяю. Здесь у меня тоже будет 7 сантиметров. У меня есть линейка, конечно, под линеечкой. Я это все замеряю. Замеряю вот 7 сантиметров и отмечаю. И от руки рисую вот уже четвертинка. Точно так же я рисую низ. Видите, вот проходит центр. Здесь точка пересечения. 7 сантиметров опять рисую от руки. Вот это все я рисовала от руки, потому что у меня... Действительно у меня нет циркуля. Поэтому я еще хочу сделать передачу, как разделить круг на 3 части, на 5 частей, без циркуля. Потому что я все делаю без циркуля. Вот такая моя доля. Теперь, как же мне потом нарисовать дальше? Дальше я рисую тоже вот это. Значит, я... Ну, чтобы я по времени... Ну, чтобы не затягивать, потому что никто же не любит долго слушать. Поэтому я спешу. Значит, вот эти горизонтальные, да, центр большого круга. Тут уже у меня вот эта сторона есть. Теперь мне нужно сделать вот эту выемку. Овал такой красивый. Как мне его сделать? Оно должно быть все симметрично. Значит, вот эта горизонтальная линия и вот эта вертикальная линия. Вот они здесь пересекаются. Я соединяю вот эту вверх. Вот я соединяю вот с этим пересечением. Дальше я иду. Что я делаю? Эта точка я должна соединить с центром. Я иду к центру. Здесь более так надо сделать крупненько. Дальше я иду к центру. Вот я аккуратненько так красиво должна сделать. Иду к центру. Затем я перехожу на эту же сторону, да. Опять вот у меня этот квадратик. И опять точка вот пересечения. Я опять делаю такую волну сюда. И должна выйти вот сюда. Вот на большой круг в эту точку нижнюю. И что у меня получилось? Вот у меня получилась вот эта деталь. Вот смотрите. Ну а тут уже нечего делать, потому что тут эта симметрия. Это уже я просто обвожу вот так вот от руки. То есть видите, и от руки можно это сделать без помощи циркуля. для того, чтобы да, и обязательно вот эти точки, вот эти точки, я их здесь отмечаю. Это же зародыши, правильно? Вот они. Я их отмечаю за тем, что потом нужно вырезать. Затем я беру ножницы и вырезаю вот эти вещи. И потом уже, как я делала эти открытки. Ну это уже сверху, как надо вырезать, тут уже легко и просто. Вот оно очень просто делается, но вот так оно просто делается. Главное аккуратненько было, чтобы, ну взять аккуратненько, чтобы было красиво. Как я делаю эти открытки? Значит, вот эту открытку, как я сделала. Ну немножко здесь масштаб другой, видите, вот эти половинки. Значит, я вырезаю, потом прикладываю к черной бумаге, да, к черной бумаге. И вырезаю вот эту вот черную половинку, так вот черную. Потом беру, беру, здесь не бумага, здесь картон. Беру красный картон, тоже прикладываю. Вот, видите, вот эти мои заготовочки. Вначале я сделала заготовочки, а потом эти заготовочки прикладываю к цветному картону и делаю открытку. Значит, наклеиваю их на белый папир, так. Вот это сверху черное, кружок я вырезала. Ну, это такая открытка. Вот, потом я сделаю еще такую открытку. То же самое масштаб вот этот, что я только что рисовала, видите? Значит, вот она. Это такой зеленый цвет. Это моя парочка любимая, которую я показывала, как я делала, журнала с этой открытки. Я еще наклеила, ну, такие не влюбленные, да. И наклеила на квадратненький картончик. Но здесь лошади. Но это моя любимая. Это уже третья работа моя такая, она очень аккуратная работа, очень аккуратная. Значит, здесь квадрат. Вот, и на квадрат я наклеила этот символ. Им и я. Вот, значит, белое, черное, зародыши. Вот. Это символ действительно гармонии. И я желаю, чтобы в каждом доме у вас было взаимопонимание, любовь, преданность. Чтобы вы уважали друг друга. И пусть эта гармония, такое благополучие сопровождалось. И, ну, было всегда с вами. Вот в семье, чтобы была действительно гармония. В любви, в понимании, во всем была гармония. Всего вам самого доброго.